Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Появление этого устройства аналитики предсказывали еще в 2010 году, накануне второго iPad. Но этого не произошло. Не произошло это и в 2011, и лишь к концу 2012 года Apple наконец разродилась устройством, которое заняло пустующую нишу между большим 10-дюймовым iPad и маленьким, относительно маленьким смартфоном iPhone. Я имею в виду iPad mini-планшет с диагональю менее 8 дюймов, с которым мы сегодня и познакомимся. Устройство весьма интересное и весьма, кстати, противоречивое. Дело в том, что больше всего он напоминает уменьшенную копию iPad 2. Почему именно второго iPad? Ну, во-первых, потому что этот самый экран имеет точно такое же разрешение 1024 на 768 пикселей, как раз-таки, как у второго iPad. Ну, а во-вторых, то, что он имеет точно такую же начинку. Тот самый процессор Apple A5, который был установлен в iPad 2. Почему, спрашивается, Apple Mi стал сюда устанавливать более мощные и более производительные процессоры? Все объясняется достаточно просто. Во-первых, это продиктовано стоимостью устройства, которое не должно стоить дороже, чем большой iPad. А во-вторых, собственно, и второй iPad не был тормозом. И Apple посчитали, что той производительности, которую давит процессор A5, вполне достаточно для того, чтобы iPad mini чувствовал себя абсолютно комфортно. Что же получилось в итоге? Тот же самый iPad, но уменьшенный примерно на 20%. Причем не изменилась даже компоновка. То же самое расположение разъемов, кнопок, элементов управления и общей структуры устройства осталось абсолютно неизменно. Неизменным остался и подход. Изменились только ощущения от самого устройства. Теперь, наконец-то, iPad можно держать в одной руке. Правда, практически на кончиках пальцев, но вместе с тем он не выскальзывает и достаточно плотно находится перед глазами. То есть управление идет с одной руки, а сам аппарат лежит в другой. Второй момент – это то, что аппарат получился очень-очень тонким. Всего лишь 7,2 мм. И почти в два раза легче. 300 с небольшим против 600 граммов у большого iPad. Кстати, я думаю, что как раз-таки то разрешение, которое мы здесь увидели, 1024 на 768, продиктовано еще и тем, чтобы не ставить сюда большой аккумулятор. Как известно, чтобы прокормить ретину, нужно иметь более мощное железо и, естественно, более емкий аккумулятор. Что касается экрана, то здесь у нас появляется так называемое первое противоречие. Дело в том, что он, ну так мягко говоря, не поражает. Ну, в первую очередь, не поражает тех, кто избалован дисплеем ретина. Если вы не видели и не трогали новый iPad, то вам покажется, что этот дисплей абсолютно нормальный и абсолютно классный. Но, если вы уже успели познакомиться с ретиной, то с таким разрешением вам будет работать уже не очень комфортно. Конечно, по сравнению с первым или вторым покорением iPad, картинка стала значительно лучше. Ведь те самые 20% площади, которые уменьшились в iPad mini, при том же самом разрешении 1024 на 768 пиксел, оптимально, достаточно для большинства прикладных задач. Но, если перестать с ним придираться, то все остальное здесь в полном порядке. Во-первых, это, конечно же, IPS-матрица. Она отлично смотрится со всех сторон. Он, естественно, поддерживает мультитач. И еще одной особенностью iPad mini является то, что по бокам рамка между экраном и краем устройства составляет всего лишь, ну, наверное, миллиметров 6-7. То есть, практически в ноль. С одной стороны, это удобно. Но, с другой стороны, если ты держишь устройство в одной руке, то получается, что палец заслоняет собой часть изображения. Что касается корпуса, то iPad mini теперь в черном цвете действительно полностью является черным. Не только та рамка, которая обрамляет экран, но и задник. Он выполнен тоже из алюминия и примерно так же, как iPhone 5, имеет такой серовато-черный оттенок. Устройства, которые оснащаются модулями 3G или 4G, как угодно, имеют вот такой вот наплыв. За ним скрывается антенна. Если аппарат оснащается только Wi-Fi, то вот этот самый алюминиевый задник цельный. В белом исполнении рамка, обрамляющая экран, выполнена из белого стекла. А вот задник, так же, как и в предыдущего поколения, сделан из обыкновенного алюминия и является серебристым. А вот эта самая накладка точно так же черная, если ваш аппарат оснащен модулем 3G. Что касается объема памяти, то так же, как и у старшего iPad, у мини присутствует три варианта объема. Это 16, 32 и 64 гигабайта. Что касается камер, то их две. Фронтальная FaceTime HD имеет разрешение 1 и 2 мегапиксела, используется для видеозвонков. Основная камера 5-мегапиксельная, без вспышки. Она умеет снимать видео в формате Full HD, имеет разрешение 5 мегапиксел. И, кстати, выход этого ролика мы как раз-таки снимем на нее. Вы сможете убедиться, насколько хорошо она умеет это делать. Принадлежность iPad'а к мини, к последнему поколению устройств, легче всего проследить за счет наличия разъема Lightning. Именно им оснащается iPad mini, и именно через него идет связь с компьютером и зарядка устройства. Еще одним принципиальным отличием от большого iPad'а является то, что iPad mini оснащается таким же зарядным устройством, как и iPhone. Это маленькая и компактная зарядка, которая пришла на смену вот той большой колобахе с мощным током. Теперь такого зарядного устройства вполне достаточно для зарядки примерно в районе 4 часов от 0 до 100%. Кстати, по уверениям Apple, iPad mini должен продержаться в автономном режиме точно так же, как и старший брат, не менее 10 часов. При этом, при всем за те 4 дня, пока я играл с iPad mini, он, например, разрядился у меня всего лишь на 60%, и до сих пор 41% находится внутри этого аккумулятора. Что касается практических качеств, то у Apple они всегда были на высоте, время работы мало отличалось от заявленного, сборка всегда была качественной, а экраны всегда радовали своими характеристиками. Ну а теперь, под конец, я все-таки хотел бы, чтобы вы сами смогли убедиться, насколько большой и маленький iPad отличаются друг от друга. Вот полноценный 9,7 дюйма аппарат, а вот наш маленький 7,9. Обратите внимание, насколько мала как раз-таки граница от края экрана до, собственно, самого экрана здесь и здесь. Я думаю, что вот этот самый форм-фактор, который мы видели на iPad mini, будет использоваться и на более крупном устройстве, наверное, в следующем, 2013 году. Ну а разницу в габаритах лучше всего заметить, если просто приложить один аппарат к другому. Вот посмотрите, насколько малыш кажется меньше, чем его большой папаша. Фактически, те самые 20% на практике превращаются в очень и очень большую цифру. Да, и кстати, чтобы поставить точку по его габаритам, могу сказать, что одним из ключевых достоинств, которые обсуждаются на многих сайтах, является возможность iPad mini помещаться в карман пиджака. Я проверил, действительно, это работает и он там вполне прилично помещается. Это действительно так. Кстати, чуть не забыл, в версиях, где используется сим-карта, так называемая версия Cellular, используется Nano-SIM. Точно такая же, как в пятом iPhone, эта сим-карта меньше примерно на 30%, чем micro-SIM, используемая во втором и в третьем поколении этих планшетов. Ну вот, а теперь действительно все, что я хотел сказать об iPad mini. Я благодарю компанию Humor за помощь в организации съемок. Вас я приглашаю на mobilemho.ru по двум причинам. Во-первых, там всегда много интересного. А во-вторых, именно там будет записано бонусное видео, как раз-таки на iPad mini, на эту самую 5-мегапиксельную камеру iSight. И там вы сможете познакомиться и убедиться в возможностях этой камеры. А я расскажу о перспективах этого устройства. Теперь действительно все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!